Всем привет дорогие друзья, с вами Скиритор. Ну что же, это уже новенький свеченький выпуск, по счету не знаю, моего петербургского метро в Майнкрафте. Ну что же, сегодняшние обновления будут очень большими. Ну и вот, кстати, один из подписчиков мне скинул более подробную схему метрополитена со стрелками, с экскалаторами, с подробными выходами, так что огромное спасибо ему. Ну вот, в принципе, я тут упустил стрелку на станции метро Нарвская, то есть тут должна быть у нас стрелка, давайте ее посмотрим. Вот, как бы у меня ее не было, но я ее построил. По идее, в метро она должна быть, но я забыл, что она тут есть, и вот, в принципе, такая у нас стрелка метро. Ну вот, такая у нас стандартная стрелка метро с тупиками, вот, так выглядит она, вот тут выход в туннель, ну и тут выход в туннель. Ну вот, также я еще построил станцию метро Технологический институт и станцию метро Балтийская. Ну вот, давайте сейчас подлетим к Балтийске, она тут находится не так уж и далеко, опасно через компас, конечно же, телепортироваться. Например, вот как сейчас проблема. Вот, в принципе, что я хотел рассказать, как бы тут у меня ваша туннель сворачивает направо, по схеме дел, как бы туннель тут сворачивал направо. И давайте пролети вперед, вот, у нас недалеко станция метро Балтийская. Ну вот так выглядит наша, в принципе, станция метро, давайте все уберем. Так весь этот мусор. Ну и вот так выглядит наша станция метро Балтийская. Вот, таким вот образом, тут у нас, мы проезжаем, и тут говорилка у нас говорит Балтийская, Балтийский вокзал. Серьезно, вот наверху там находится Балтийский вокзал, то есть вестибюль находится вроде под Балтийским вокзалом. Ну ладно, это уже железная дорога, это не в тему. Ну вот, в принципе, тут надо иметь такие вот два на два подпорки. Вот, сама станция такая получилась закругленная. Вот, так же тут у меня имеются старые добрые рекламки. Ну такая у нас, в принципе, стандартная станция с колоннами. Хотя вот эти колонны такие вот у нас закругленные получились. Ну вот, все по стандарту тут у нас. Вот, Балтийская. Вот такая у нас станция получается. Вот, ну так выглядит у нас, в принципе, туннельчик. Точнее, где у нас рельсы платформы, крайной платформы. Ну вот, давай теперь прилетимся до станции метро, технологический институт. Как бы вот, все, мы едем, едем прямо и технологический... Тут и Балтийская, Балтийский вокзал, следующая станция, технологический институт. Переход на вторую линию, выход на правую сторону, как-то так. Ладно, мы едем дальше, то есть, по идее, все правильно, да. Все у нас хорошо, мы едем. Главное, опять не вылететь сейчас. Так, ну вот, в принципе, мы подъезжаем к станции. Вот, вот так она сам, в принципе, выглядит. Ее главные особенности то, что тут единственная станция метро, ну... То есть, соответственно, на этой окраине тут у нас первая линия проходит метро, а на другой стороне тут у нас идет вторая линия метро. То есть, так вот у нас оригинальный образ, так как тут у нас гермозатвор не доделал я. Ну, а тут, в принципе, как вы уже поняли, по этой стороне платформы тут будет проходить туннель второй линии. Как бы тут у нас туннели сопрягают, ну, вместе совмещаются. Это довольно-таки интересная идея в метро было сделать. Ну, и так выглядит наш второй вестибюль. То есть, их тут два, в принципе. Вот, технологический институт один и два. Ну, в нашем случае это номер два. Вот так он, в принципе, выглядит. Вот, самая такая станция тут у нас. Она такая-то очень получилась низкой. Всего лишь высота три блока был. Ну, такой вот у нас каменный стиль. Я посмотрел фото, каменный стиль у нее был. Ну, и вот у нас как бы полоски вырезаются. Вот, конечно, можно тут фонарик поставить. Ну, как-то не продумал я. Ну, вот, такие даст линии идут. Также тут, я еще помню, в метро был такой-то уютненький проходик, такой-то маленький. На первую линию. Ну, и все, так перешли на другую часть платформы и уже на первой линии. Ну, вот, а также я тут сделал дежурную по станции. Вот, тут у нас находится он. Ну, вот, у нас, в принципе, такие книжечки. Ну, и такие вот столик со стулом. Конечно же, еще можно решетку поставить, но я попозже поставлю в ней видео. Ну, а давай теперь попадем на следующий вестибюль. То есть у нас такой вот переход имеется. Вот. Такой вот стандартный питерский переход. Вот, также у нас имеются какие-то маленькие балкончики на пути. Все время любил в детстве смотреть, как поезда приезжают. Но, к сожалению, у нас теперь такие вот стоят высокие перегородки. Вот, типа, что-то вроде такого. Ну, вот, раньше у нас было открыто. В Москве еще осталось. То есть там еще открыто, я помню. Ну, а давайте спустимся. И вот так выглядит наша станция технологический институт номер один. Вот, то есть получилась она очень большая. Ну, то есть я имею в виду высокая. Вот, высокая получилась она. Ну, вот такая вот у нас классическая станция. Вот, в классическом стиле сделано тут все. Вот. Ну, такие вот подпорки классические. Фонари тут поставлены. Дофига рекламы, как всегда. Еще, кстати, тут я рекламку повесил. Вот. У перехода довольно-таки прикольно выглядит. Ну, вот, давайте посмотрим теперь туннель. Как бы тут у нас уже посидит туда. У нас тоже выход с правой стороны будет объявлять на Пушкинской. Ну, вот. Также я тут в туннеле еще построил стрелку. Вот. Эта стрелка ведет на вторую линию. То есть к туннелю второй линии. Ну, конечно же, туннели потом я совмещу второй линии. Вот, как должно быть. Как правильно. Ну, вот этот туннель получается сейчас пустым. Таким заброшенным прямо. Прямо. Вот. То есть у нас тут гермозатвор имеется прямо. Ну, за гермозатвором станция. Ну, вот. В принципе, такие вот у нас были обновления в метро. Вот. Следующая станция у меня будет Пушкинская. Возможно, из Венигородская. А, нет. Тут и Пушкинская. И какая там Владимирская вроде. Да. В следующем выпуске будет. Ну, и что ж. Это были все обновления в новом метро. С вами Скидвитвор. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok